На то, как он апеллирует к своим отцам, своим дядям, говорит, я сын героя России, нашей семье, он говорит, трое героя в России. И это ведь на самом деле действительно очень такое знаменательное событие, так как его отцы, они предали, они предали свою религию, предали свой народ и свое государство. Лишь небольшая часть сегодня имеет благо этого мира, то ради чего они совершили предательство, получили это только небольшая часть, это Кадыровы, Иудов, еще несколько Дахнабиев, а большинство из них Ямадаевы, Байсаров был молодец, 15-го молсухоза, его брат Шарани, тот же Какиев, допустим. Все они совершили этот акт предательства, надеясь на то, что будет почет в России, что их будут чествовать, они будут иметь власть, но в итоге нет, они ничего из этого не получили. До чего же скверное их положение? Это клич Ахмад Силм, он сейчас стал, вот как, вот есть шагада, да, вход в ислам, ты должен засвидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. Ты вот это вот произнес, и с произнесением ты входишь в ислам, становишься мусульманем. Вот Ахмад Сила, это стало нечто таким вот подобным, это такое высказывание, которое моментально тебя вводит в этот путь Ахмада, ты становишься как бы уже их человеком, и ты должен постоять. Ты видел обращение Ямадаева к Путину? Кстати, да, я видел обращение Ямадаева, сына Руслана Ямадаева, который сейчас сидит в одной из российских тюрем, и он записал видео обращение к Владимиру Путину. Чисто по внешнему виду, я скажу, скорее всего, он даже и не совсем трезв в этот момент. Я хочу обратить внимание на то, как он апеллирует к своим отцам, своим дядям, он говорит, я сын героя России, нашей семье, он говорит, трое героев России. И это ведь на самом деле действительно очень такое знаменательное событие, так как его отцы, они предали, они предали свою религию, предали свой народ и свое государство. Перешли на сторону России, там получили звание героев, и посмотрите, что с ними стало. Их практически, ну это по крайней мере героев этих всех убили, а их дети сейчас сидят в тюрьмах и вынуждены обращаться к Путину за помощью. То есть они потеряли мир будущий, однозначно, да, совершив акт отступничества. Но и то, к чему они стремились, то есть мир этот, благо этого мира, они к нему стремились, ради этого они совершили предательство, даже его, даже эти блага они в итоге не получили. Единственное, вот я после этого обращения сына Ямадаева, я стал анализировать, смотреть на всех этих героев российских, на всех наших предателей, и понял, что из них лишь небольшая часть сегодня имеет благо этого мира. То есть то, ради чего они совершили предательство, вот получили это только вот небольшая часть, это Кадыровы, Иудов, ну еще там несколько, да, Хабиев. А большинство из них, Ямадаевы, Байсаров был молодец, финансового сухоза, его брат Шарани, тот же Какиев, допустим, все они совершили этот акт предательства, надеясь на то, что будет почет в России, что их будут чествовать, они будут иметь власть, но в итоге нет, они ничего из этого не получили. До чего же скверно их положение? Нет никакой надежды на мир будущий, и в этом мире они оказались невостребованы. Те, на кого они надеялись, они тоже их предали. Есть над чем задуматься? Задуматься как раз представителям этого пути, задуматься их потомкам? Подумайте, я думаю, что вас тоже ожидает приблизительно эта же участь. Как думаешь, почему вся верхушка в Чечне начали порочить Дудаева, ведь раньше они с уважением к нему относились? Начали они это делать, потому что Кадыров дал такую установку, но они даже не представляют себе, насколько нелепо это выглядит. Когда вы вчера, во-первых, многие из вас являются вчерашними сторонниками Дудаева, начнем с этого, как, например, Хамбеев. Да и сам Кадыров, его отец был муфтием во времена Ичкерии. А во-вторых, у самого Кадырова и у всех вас есть вчерашнее высказывание, когда вы вроде как очень комплиментарно высказываетесь о Дудаеве, и тут на тебе просто один парк имени Джахара, открытый в Турции, резко изменил это ваше мнение о Дудаеве. Это, конечно, смешно и очень нелепо. Как ты можешь прокомментировать Кадырову о том, что он хочет Курда Аджелана в памятник Саеве Грозном? Я это уже прокомментировал. Было бы неплохо, если бы он сделал себе такой бюст этого Аджелана и поставил его на стол к этому коллекционеру этих бюстов Руслану Алханову, своему министру внутренних дел. Он бы нормально пополнил бы эту коллекцию бюстов. Сталин, Ленин, Аджелан был бы на фоне визит Ермолов. Хорошая компания. Салам, Томсо, как ты думаешь, правильно ли поступали чеченские амиры типа Васаева, Радуева, захватывая гражданские объекты? Может, не стоило им этого делать и настраивать мировую общественность против себя? Но здесь надо будет разделить, какие именно ты имеешь в виду акции. Конечно, есть те, которые, безусловно, делать нельзя было. Типа Беслана, Норд-Оста, да. Конечно, этого делать нельзя было. Как думаешь, Томсо, все эти похищения и убийства в Чечне это с указанием русских? Или это Кадыров сам решает? Или же он сперва просит у русских? Например, когда вчера забирали твоих родственников и других, я думаю, для каждого отдельного похищения ему разрешение не нужно. Ему в общем дали. Сказали, вот твоя зона ответственности, твори все, что ты хочешь. И он это творит. Как вы относитесь к русским людям? Не к политикам, а именно к русскому населению. Вы заметили, что этот вопрос теперь в каждом эфире у нас бывает. Хорошо я отношусь к нормальным русским людям, отношусь хорошо. Не рублю с плеча, просто по нацпризнаку. У меня есть претензии к вашему государству, к вашей политической системе, просто к простым людям, в целом народу. Ну все, расскажи своему модератору, не надо блокировать за мнение, у всех оно разное. Я насчет Эрдогана, для вас он хороший, для меня не очень. Почему я не могу его назвать так, как считаю, извините? Абсолютно никто тебя здесь не будет блокировать за то, что ты не любишь Эрдогана. Ты причем можешь об этом писать здесь открыто. Но если ты будешь оскорблять, то за это тебя, конечно, заблокируют. Ну все, Рамзан использует именитых спортсменов как инструмент пропаганды. Я думаю, неплохо было бы обратить внимание народу, что Чимаев и Бетельбиев никогда не тренировались в Ахмате просто на зарплате. Конечно, он их использует. И нельзя сказать, что это он делает безграмотно. Это имеет успех, использование успешных спортсменов для продвижения своей политики. Это, в принципе, с их точки зрения, если мы будем поставить себя на их место, то они делают это, и это имеет определенные плоды. То есть это успешная работа. Конечно, на этом они паразитируют. Печально, что эти спортсмены участвуют в этой махинации. Вот что печально. Они не нуждаются в этом, им абсолютно это не нужно. Многие из этих успешных спортсменов, они были бы, они были и были бы нашими любимчиками, мы бы их уважали, если бы не их заигрывание с этой властью. Возьмите того же Сайтиева Бойцера. Несмотря на то, что он не был каким-то героем, он не участвовал в войне, и понятно, что он никогда не сравнится с этими нашими героями, но он все равно был любимцем целого народа, так как он брал эти медали. И хоть даже несмотря на то, что он делал это под российским флагом, все к этому относились с пониманием, и он был в целом таким любимчиком у народа. И он не нуждался в том, чтобы становиться депутатом Госдумы, сблизиться с кадрированным. Он и без этого абсолютно нормально жил, имел и финансы, и положение, и уважение, все у него было. Ну, видите, прогнулся, не устоял. Также и многие другие, тот же Чимаев Хамзат, этот же Мейрбек Тайсумов, спортсмены, которые сделали свое имя здесь, за границей, абсолютно без какой-либо помощи и участия Гадырова, они не нуждались в нем. Но любой спортсмен, когда он достигает определенных высот, те моментально пытаются его использовать для продвижения своей политики. И вот здесь вот они, спортсмены, оказываются перед выбором либо отказать, а отказ ставит тебя уже в положение врага, они тебя уже оценивают так. И они поддаются, плюс, пойдя с ними на эту коллаборацию, ты имеешь определенные плюсы финансовые. В общем, они, к сожалению, большинство этих спортсменов, они не могут устоять перед этим и прогибаются. Но есть и те, кто так не поступил, их мало, но они все-таки есть. Есть, например, тот же Анзор Ажиев, который выступал в Польше, одно время очень успешно выступал. Он, кстати, является родным братом Рустама Ажиева, более известного как Абдул-Хаким Щишани, которому объявляли кровный месяц в Тарсонагаеве. Он просто в какой-то момент не то, что с ними не пошел на коллаборацию, а вообще отошел. И сейчас, насколько я знаю, даже не выступает. Поэтому хорошие примеры тоже есть. Их мало, но они есть. Я имею в виду, что пропагандистов нет вообще никакого основания писать Ахмад Силу под их успехами, потому что они никогда не тренировались в Ахмате. Связи никакой там, но это надо обратить внимание. А это не важно. Там ведь не этим руководствуется. И сам этот клич Ахмад Силу, он-то не имеет никакого отношения, на самом деле, уже к этому спортивному клубу. Ну, имеет, но не только к нему. Это ведь уже стал такой девиз у них в целом, их пути. Что, допустим, министры какие-то, кричащие Ахмад Силу, они что-то не рвались когда-то в этом клубе? Конечно, нет. Это клич Ахмад Силу, он сейчас стал, вот как, вот есть шагада, да, вход в ислам. Ты должен засвидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. Ты вот это вот произнес, и с произнесением ты входишь в ислам, становишься мусульманем. Вот Ахмад Силу, это стало нечто таким вот подобным. Это такое высказывание, которое моментально тебя вводит в этот путь Ахмада. Ты становишься как бы уже их человеком. И ты должен постоянно это повторять, чтобы напоминать и себе, и всем остальным, что ты до сих пор в их числе. А к самому этому клубу, к тренировкам, это уже давно как бы какого-то прямого отношения не имеет. Точнее, не только к этому имеет отношение. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Ва ссаляму алейкум, рахматуллахи, ва баракаха. Ва ссаляму алейкум, рахматуллахи, ва баракаха.